да привет 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 как дела там ничего пока здесь поселились будем жаловаться на всех в смысле надо грамотно только жаловаться ну это понятное дело то нас здесь человек вот я же говорю все кто здесь вот это все собираются 26 вообще валить слайд это глупо а не глупо что мы здесь по прямой сравбак если валить с чего вдруг вот давай вот давай объясни мне с чего вдруг я тебе сразу обосную почему значит вы встаете 26 собираетесь валить на основании того что нас поставили на передок без ничего это не передок еще вы стоите ведь нас поставили на передок мы туда ушли это даже больше хочу сказать нами уйдет еще комбат полковник штаба идет подача юристов да то есть те которые говорят именно по законам всего вот по уставу по законам по всему да 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 если на передовую должно быть обмундирование должно быть то 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 конечно нам ничего этого не предоставляют у нас я тебе хочу сказать у нас здесь есть мосинки у снайперов это снайперские винтовки короче мосинки сорок третьего года на них русские смотрят типа а зачем это нам зачем это вам типа это же музейные экспонаты смеются с нас знаешь как нас называют святые мы спрашиваем почему святые они говорят ну как это выходит и без обмундирования без каски без ничего говорить вы просто святые чеченцы называют мясом то есть поэтому на фиг оно нам на фиг оно нам надо такое счастье надо работать и в рамках закон и здесь я тебе обосную что это не дезертирство потому что мы здесь вообще не должны быть на территории должны не должны нас везли сюда мы пересекли границу мы пересекли границу как груз 200 то есть нас здесь даже нету просто-напросто нас здесь нету то есть поэтому вот скажут что ты дезертир иди ты нахер меня здесь нет докажи обратно мы же типа добровольцы когда на самом деле нету то есть добровольно-принудительно с харькова 400 человек отпустили в увольнительное они приехали только открываются дверь поезда и они все все кто куда-то замышляли чтобы их никуда они дальше не отправляли потому что говорят то же самое ну в харькове там было еще и пожестче чем у нас но там вот один знакомый мой знакомый здесь двоюродный брат получается одного из моего взвода он там приехал вообще как не от мира сего то есть он этот как не знаем короче он контужен или нет ну скорее всего да вот но он там вообще именно такое что его мама сидит говорит что вообще он как сумасшедший то есть просто что-то там говорит несуразное то есть и ведет себя так и внезапные вот эти вспышки гнева как она будет дальше ну надо все хорошо взвесить ну конечно это не было не но идти понимаешь вот нам бахли на автомат который не стреляет и штык нож его тебе стой на передке сказали вот ваши копы живите теперь здесь окопы размером по высоте вот по колено мы говорим давайте нам инструменты лопаты для оборудования вот это вот все подряд то есть не вопрос мы сделаем то есть мы уже на опыте мы это уже ну проходили они а не то ничего вот вручную я у вас эти операции это тоже через крым как через крым да то есть не ношу все пойдут и я подушу и левый что все хорошо обдумывайте только перед тем как там это само собой разумеется но я же на связи буду буду говорить если хорошо хорошо сказать все сюда давай давай пока пока